Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале VideoShopper. Это сравнение двух относительно недорогих телефонов. Это Poco X5 Pro с желтым экраном, с обратной стороны выглядит вот так, чтобы вам не путаться. И новенький Poco M6 Pro. Не путайте его с приставкой 5G. У меня на Helio G99 Ultra, это на процессоре от Mediatek, не на Snapdragon. Это, соответственно, глобальная версия, он черного цвета. С одной стороны, телефоны очень сильно похожи. Если мы смотрим на них с лица, то мы вообще никакой разницы не увидим. На мой взгляд, одинаковые экраны, разве что в более свежем, позднее вышедшем M6 Ultra пиковая яркость повыше. За свою стоимость здесь прекрасная яркость, 900 и 1300 нит, и между собой они почти не отличаются. Оба смартфона поддерживают частоту обновления 120 Гц, раз уж про экраны я что-то рассказываю, расскажу. И, на мой взгляд, вообще ничем не отличается. Что один, что второй телефон обладает хорошими экранами, сочными, яркими, с высокой частотой обновления, и прям все очень хорошо. Gorilla Glass 5-го поколения, защитные стекла на обоих телефонах. По экранам вопроса нет, они, на мой взгляд, абсолютно одинаковые, как вердикт. Оба телефона и с обратной стороны очень похожи. Прям вот единственно, блок камер по-разному и в M6, соответственно, Pro у него оба пластиковые, кстати, это пластик уже. Дизайн чуть поинтереснее, на мой личный взгляд. Хотя и Poco X5 Pro телефон очень хорош по продажам, одна из самых популярных моделей. Также смотрится очень даже неплохо. В комплекте, кстати, есть не только бамперы, при том у M6 Pro бампер не прозрачный, как на X5, но тоже очень интересный, даже лучше, честно говоря, подороже. А также в комплекте есть 67-ваттные зарядки, что просто прекрасно. Также есть стереодинамики на обоих телефонах. На мой слух, чуть побогаче и поприятнее звучит M6, чем X5 Pro. Хотя и здесь стереодинамики неплохие. Динамики на торцах смартфона. И есть инфракрасный порт. С помощью них на обоих телефонах можно управлять вашей аппаратурой, техникой, телевизорами, кондиционерами и так далее. Ну и, конечно, USB Type-C, все как обычно остальное. Опт-телефоны очень сильно похожи, отличаются фактически только блоком камеры по бумагам, по спецификациям яркости экранов, но в остальном, как братья-близнецы. Единственное, M6 рамочки снижают чуть меньше, чем у Poco X5 Pro. Но это даже сразу мне в глаза не бросилось. По экранам понятно, по внешнему виду понятно, даже они весят практически одинаково, разница всего там 2 грамма, грубо говоря, батарейки одинаковые. А вот отличие по процессорам. Здесь Qualcomm Snapdragon 778 процессор уже не новый, ему года три. Но это хороший процессор по соотношению цены и качества. Я лично пользовался X5 Pro. В месяце три минимум с ним я отходил и горе не знал с производительностью. Все было прекрасно. С другой стороны, я не ожидал увидеть пусть и разновидность, там ультра приставку сделали Helio G99, это старый процессор, ему, по-моему, года четыре уже. Но, как ни странно, телефоны работают шустро и открывают приложение быстро практически одинаково. Я думал, что 778. Я не говорю, что это прям суперпроцессор, советую его всем, но цены и качества всегда были отличные. Но взаимодействие, быстродействие практически одинаковое. Единственное, в чем будет отличие, это, конечно, вот здесь, на Qualcomm Snapdragon 778, игры пойдут чуть лучше, процентов на 10, на 15. Если, грубо говоря, здесь мы поставим среднюю настройку графики в PUBG Mobile или в каких-нибудь тяжелых других игрушках, где открытый игровой мир, то здесь уже поставим 60, а то, может быть, даже там и 70 процентов из 100, грубо говоря. Здесь уже поставим настройки более высокие. Но это для игр. В любом случае, я погонял катку в PUBG Mobile на Poco M6 Pro вполне нормально за свои деньги. Вполне нормально. Но здесь будет чуть лучше. В остальном я бы поставил все равно знак равенства. Работать телефоны плюс-минус очень схоже. А вот по камерам отличия есть, и на самом деле, не важно, сколько здесь мегапикселей. На мои глаза, безусловно, X5 Pro фотографирует лучшие, с основной и широкоугольной камерой. Нельзя сказать, что у M6 плохие фотографии получается. Когда он у вас один, вы будете им довольны. Нормальные фотографии. Единственное, в чем его производитель ущемил, это отсутствие поддержки 4K видео. Это очень видно на большом экране. Да даже на самом телефоне. Потому что, снимая с одного ракурса и на X5 Pro, и на M6 Pro, безусловно, в 4K картинка, она лучше намного будет. Я вообще рекомендую на X5 Pro снимать только в 4K, потому что качество Full HD, оно сопоставимо с M6 Pro, достаточно средненькое. Особенно на широкоугольную камеру. А вот 4K, это сила этого телефона. Единственное, потряхивает, конечно, телефон все-таки относительно недорогой. Но если будете либо стабилизатор использовать, либо просто плавно телефоном двигать, снимать, здесь будет намного лучше, чем здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Емкость аккумуляторов 5000 мАч, это прекрасно, это некий стандарт. Сама компания Xiaomi нас к этому приучила. Зарядное устройство по 67 Вт в комплекте, напомню. Заряжается за 45 минут, это очень здорово для этого ценника. Хватает заряда, как будете пользоваться? На самом деле, скажу так, с утра до позднего вечера, там с 8 утра до 11, у вас еще останется процентов 30, если вы сильно не будете телефон гонять. Просто обычное использование, мессенджер, камеры, музыку, может быть даже фильм там или два, посмотрите, заряда хватит. В заключение, что могу сказать? Любой из них достоин вашей покупки. Но, честно говоря, на мой личный взгляд, вот этот телефон, которому уже год, X5 Pro, поинтереснее. За счет чего? За счет чуть лучшего процессора, по крайней мере для меня. В игры я играю очень редко, но все-таки здесь получается поставить настройку графики чуть лучше, чем здесь. В остальном, камера, конечно же, фотографии здесь поинтереснее. Хотя можно накатить Google камеру, и это, кстати, будет проще сделать на Snapdragon, чем на Mediatek. Ну а видео, Google камера, видео никак не исправит. Качество видео на X5 Pro поинтереснее. Поэтому M6 Pro, он только появился, он сопоставим будет по цене. Ну, дешевле, но не намного, точнее, дороже будет X5 Pro. На мой взгляд, X5 Pro поинтереснее. Но, особенно подождать со временем, когда M6 Pro, на него ценник опустится, будет вообще прям в адеквате. Очень интересная модель. На этом сегодня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны, с уважением, Давид. Единственное, одну мелочь забыл вам рассказать. Это то, что, как ни странно, на M6 Pro есть оптическая стабилизация камеры. Она в основном работает только на фото, но все-таки это прерогатива дорогих телефонов. На этом точно все. Счастливо, друзья! Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»